Здравствуйте! Мы продолжаем обсуждать тему поправок в Конституцию Российской Федерации. Есть много лидеров общественного мнения, которые хотят высказаться на эту тему. И сегодня в подробностях мы поговорим с председателем Союза женщин Дагестана, Инсидар Мамутаевой. Инсидар Садлайон, здравствуйте! Здравствуйте! Итак, это исторический момент для нашей страны. Мы вносим, не меняем Конституцию, Конституция остается той же, но вносим большое количество поправок. Как вы это оцениваете? А говоря о поправках, вносимых в Конституцию нашу, конечно, оно является основной суть новой редакции Конституции в ее социальной ориентированности. Это самое главное. Вот на что я бы, как женщина, как представитель самой большой общественной организации женской, вот обратила внимание и хочу поддержать вот это направление этих поправок, в том, что оно направлено на будущее, на будущее наших детей. Для любой страны, наверное, основной упор делается, любая страна, на детей и на будущность своего государства. А вот именно в этом, в этих поправках, в этой Конституции, я считаю, вот эта направленность чисто, открыто, очень ко времени, к месту и правильная взятая направленность, оно, да, как бы должно, оно вдохновляет лично меня. И, наверное, таких, как я, большинство граждан России, вообще должно быть всех, потому что Конституция направленная, которая ведет направление к тому, что где основной, основной центр этого Конституции направленность человек и улучшение условий жизни человека, а это, наверное, гражданина Российской Федерации. Я считаю, это главное. Вы говорите ко времени. Чем сейчас это время особенное? Почему вы считаете, ну, и так же, как те, кто инициировал, продвигал эти поправки, считают, что нужно это было делать сейчас? Сейчас настал какой-то такой момент для реформы. Знаете, может, слушая меня, молодежь не столь будет так глубоко знать ту ситуацию, через которую прошли мы за эти 27 лет после принятия той Конституции, когда не стало уже Советского Союза, Конституции Российской Федерации, когда прошли мы очень тяжелые времена, ситуации, в которой оказывалась наша страна, наш народ, непосредственно я хочу по Дагестану сказать, наш Дагестан, дагестанский народ, конечно, многое изменилось. Во-первых, государство укрепилось в социальном отношении, экономическом отношении. Политически, конечно, тут, естественно, крепкая воля и на мировой арене, международном отношении государство укрепилось и нашло свое признание. И вот это все, конечно, дает нам возможность, наверное, те, которые работали, и я поддерживаю все, и предложение самого главного нашего лидера Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который выступил с предложением о поправках, и о том, что поддержали и Государственную Думу, и Совет Федерации, и так далее, и Конституционный суд. Ведь это все направлено на будущее России, на будущих поколений наших детях. А жизнь детей, каждому, наверное, каждого из нас волнует. Какова же будет завтра жизнь моего ребенка или моего внука? А хочется, чтобы у них было все хорошо. И поэтому, когда о социальной ориентированности, когда говорится о защите детства, о защите материнства, отцовства, в этих поправках, и тем более, вот я хочу обратить внимание, защита брака, брака союза между женщиной и мужчиной, для того, чтобы была крепкая, достойная, крепкая семья, и вырастили достойных детей, детей ответственных перед старшим поколением, чтобы они получили, развивались духовно, интеллектуально, морально. А это все, самое главное, физически. И это все, когда вносится в основной закон государства. И государство делает упор, и никогда невозможно будет его изменить по чьей-либо воле, по чьей-либо хотенью внести какие-то изменения в этот закон. Это, конечно, нас удовлетворяет. И нам внедряет душу нашу уверенность в завтрашнем дне. Но мы сейчас же изменили. То есть мы сейчас изменили. Но через какое-то время мы опять можем изменить. Дело стоит за то, чтобы наш народ поддержал и организованно вышел на 22-го числа. Если эта дата не изменится, дай бог, чтобы все было сложилось нормально. Я к тому, что может быть такое, что то, что сейчас мы обсуждаем, вносим поправки, через какое-то время опять кто-то захочет, будет какая-то воля. Кто-то не захочет, я думаю, и такой воли пока не будет. Потому что это не игра какая-нибудь, а это очень серьезные, очень ответственные, вот, как сказать, выводы тому, что мы пришли. Это продиктовано той ситуацией, тем временем и той жизнью за тот период, который мы прошли. Понятно. По озвученной вами поправке, что семья – это союз женщины и мужчины, мужчины и женщины. Ну, для России это абсолютная норма, да, в большинстве, подавляющем большинстве случаев. Но сейчас мы видим, что творится на Западе вот по этому вопросу. И сейчас, с одной стороны, да, у нас есть, мы говорим хотя бы свою позицию, мы четко, иногда жестко высказываем свою позицию, но с другой стороны мы видим, как на нас набрасывается Запад различными санкциями, различными манипуляциями, инсинуациями политическими, геополитическими. И таким образом все больше и больше зажимает. У нас это откровенно видно. Вот эта поправка, да, когда вот сейчас мировоззрение, вообще жизнь, мысль Запада пошла в другую сторону. Она, если то, что мы указываем это в Конституции, не приведет ли она к еще большему закрытию России? Вы знаете, закон принимается народом, основной закон, и поправки принимаются народом. Народ, если пришел к этому мнению, это, наоборот, укрепляет наши позиции по отношению Запада, то, что мы живем своим законом, а не установкой, которая извне нам предъявляет. Санкций было много, но ведь вышли, выдержали, и вышли достойно с этой ситуации. И держимся мы. А то, что вот этот закон и ему подобные другие, ведь на Западе еще разрешает малой доле принимать даже наркотики. Вы представляете, это полная деградация общества, народа. А вот это влияние, ни в коем случае с этим нельзя согласиться нам, нашему народу российскому, нам, женщинам, нам, матерям. Ни в какую семья должна быть. Союз это мужчины, между мужчиной и женщиной. Дети должны быть, расти в хорошей семье, достойно вырасти их. И тем более физически здоровыми, нравственно стойкими и духовно развитыми. И поэтому, а это все, переплетение одно к другому, оно вот обязательно, то, что вносится вот такая поправка, прямо вот груз сердца, с души снимается, я думаю, у каждого человека. То есть это поправка на будущее? Конечно, конечно. Сейчас вроде большинство нас согласно. Конечно, конечно. А на будущее тоже, ведь времена меняются, поколения новые, новые растут. А когда есть уже закон, есть основное, то, что говорится, и узаконено народом, это, наверное, для всех правило жизни. Оно войдет в жизнь как правило. Еще одна поправка. Кто-то ее называет самой главной, кто-то ее называет вообще причиной для всех остальных поправок. Считаете ли вы, что эта вся процедура по поправкам была инициирована вообще только для того, чтобы внести поправку, которая позволяет действующему президенту выдвигаться? Вы знаете, я и как все граждане Российской Федерации наблюдаем и за средствами массовой информации, и за все, что происходит во всех, значит, уровнях власти. И мы наблюдали, как это все происходило. Ведь об этом и речи не было. Владимир Владимирович категорически заявлял, что он не будет больше двух сроков дальше баллотироваться и идти президентой. Но то, что выступила уважаемая, умудренная жизнью, опытом, человек, женщина, большой буквой, Валентина Николаевна Терешкова, с этим предложением, честно говоря, меня очень обрадовало. Очень каждый, наверное, гражданин здравомышленный лишь и думал, что нас ждет дальше. Нет, незаменимых людей нет, так говорим в народе. Но вот поверьте, вот на арене, на сегодня, такого лидера, как Владимир Владимирович Путина, нет. И просто, мне кажется, надо Всевышнему молиться, чтобы он долго-долго еще держался. И что мы могли бы выкарабкаться, еще выше стать на мировом уровне, чтобы на нас никто не мог посягнуть. Ни наши границы, ни наши земли, ни наше достоинство человеческое, российское, гражданское, которое мы часто за границей ощущаем, где нас унижают, оскорбляют, хотят любой ценой навесить ярлыки. И какие попало. А он достойно выходит из всех ситуаций. И очень трезво, очень мудро подходит ко всем решениям всего. Нам, дагестанцам, я считаю, в этом вопросе даже и думать большой грех. Человек, который нас в 99-м году спас самого большого, огромного кровопролития. И не знаю, чего нас ждало бы и дальше. Конечно, вместе с Российской Федерацией, которая могла развалиться, ведь целенаправленно все Запад работал на Северном Кавказе, Чечня, Дагестан. Для них был лакомый кусок, чтобы развалить Россию. А когда пришел трезвый, молодой, четкий такой руководитель, не президентом он тогда был, и протянул руку помощи, увидев ситуацию, оценил дагестанский народ. И до сих пор он знает не просто так, не так визуально. Он не все может знать в России, но Дагестан он знает почти изнутри. Всего знает, в лицо людей знает, положение знает, ситуации знает, нужды наши знает. Мы ведь видим. Вот посмотрите, Ботлих возьмите, Цумаду возьмите. Люди, которые еще много-много лет не мечтали ни о газе, ни об асфальте, ни о другом. У нас что изменяется в республике с каждым днем, с каждым годом. Ведь это все внимание и забота Центра во главе с лидером нашим Владимиром Владимировичем Путиным. Ведь мы дотационно остаемся республикой. Ведь это нож он носит. И очень много направил средств для того, чтобы Дагестан вывести, сделать одним из красивых уголков Российской Федерации, привлечь к России внимание всех, всего мира, Дагестану, всего мира, чтобы народ у нас зажил нормально, имел работу и смогли строить свои семьи и жить достойно. И поэтому, знаете, я просто, пользуясь случаем, хочу обратиться, во-первых, всем дагестанцам. Не просто, я не чиновник сегодня, я руководитель большой общественной женской организации. Нам, женщинам, как никому другому, понять, как никому другому понять, вот то, что через что может пройти тот или другой человек, жизнь которому мы даем, это наши дети. То есть нам, мы не должны ошибиться, мы не должны подвергаться под чьим-нибудь влиянием. Нам не должны что-то говорить кто-то извне, ты поступай так или этак. Мы должны твердо, убежденно идти тому, что будущее должно быть у нас лучшим, а к этому и зазывает наша Конституция. Поэтому в основном законе и утверждаются основные положения, которым никогда, ничем не может кто-то отступиться. Валентина Терешкова получила множество негативных отзывов после того, как она выступила с такой довольно важной поправкой. После этого она отвечала этим людям тоже. Как вы вообще эту ситуацию можете прокомментировать? Вы знаете, честно говоря, мне стыдно. Мне стыдно за тех людей, которые посмели открыть рот и сказать в адрес этой женщины что-то, что этой женщине нужно. Она, лицо, которое признан, был всем миром первая женщина-космонавт. Женщина, которая не строит себе сегодня какие-то должностные, эти должностные лестницы, скажем, а женщина, которая уже достаточно увидела, прожила и видит. И поэтому, наверное, настолько мудро и умно поступила, что осмелилась, взяла на себя вот эту роль и громко высказала на всю, на весь мир, на всю Россию. Так не должно быть, не дай бог, что мы завтра можем оказаться, не знаем. Не дай бог нашей государством, как в этом басне Крылова, Лебед Ракташука начнут управлять. Не дай бог. И поэтому очень хочется, чтобы вот это вот отношение, я понимаю, не всем, наверное, зрителям сегодня, которые настроены оппозиционно, которые с точки зрения своих каких-то неурядиц, неудач, скажут, что говорит это Интизара Садулайна, это Интизар. Нет, друзья мои, поверьте, и мне ничего не нужно. Мне тоже расти по должностной лестнице не нужно. Я тоже достаточно опыта имею по жизни, но знаю другое. Я знаю жизнь дагестанцев. Я знаю изнутри отношения женщин наших. А я знаю положение наших детей, я знаю положение наших семей и надежду на будущее. Будущее каждое, которое смотрит, вставая рано утром, думает, дай бог, чтобы этот день прошел счастливо и хорошо для его семьи. А самое главное, здоровье, что было у наших граждан. А для этого все делается. Не лично самим Владимиром Владимировичем Путином. Сколько направленность, столько контролируется, и каждый день ведется, значит, в разных аудиториях только разговор о здоровье граждан России, российском народе. Что может быть дороже всего этого? Спасибо большое вам, Интизар Садулайна, что пришли к нам и желаем вам успехов. Это были подробности, в которых мы сегодня обсуждали поправки в Конституцию Российской Федерации специально-союзе женщин Дагестана, Интизар Мамутаевы. Если вы не успели увидеть эфир, то можете это сделать на сайте РГВК Дагестан либо на нашем YouTube-канале. С вами был Тельмар Раджабов. Даст Бог, еще увидимся. Редактор субтитров А.Семкин